Народ, всем привет! Недавно меня взломали Google аккаунт и канал YouTube. Ну и украли, естественно. Вот решил сделать видео, немного рассказать, может кому-то будет полезно, какая у меня ситуация произошла. В общем, 17 января, просыпаюсь утром, беру телефон в руки, а там оповещение от Google. Требуется действие с аккаунтом. Вот аккаунт состоит из номера телефона, не моего, и набора букв. Такого аккаунта у меня никогда не было. Открыл YouTube на телефоне, а он у меня вылетел. И там требуется активация уже под этим аккаунтом, к которому пришло оповещение. Открыл Google Play, та же ерунда. В общем, решил воспользоваться восстановлением. Жаль, скриншотов не делал, но как-то не до этого было. Вот, сначала попробовал разные свои пароли ввести, но, естественно, ни один не подошел, нажал, забыл пароль. Google мне написал, что письмо с восстановления отправлено на почту, как раз на эту левую, которая теперь мой аккаунт стала, вот, в которую у меня доступа нет. Подумал, ну, понятно, нажал другой способ. Google отправил код с восстановлением на резервную почту, но, увы, не мою, почта была Rambler, а у меня сроду там не было аккаунтов. Вот, нажал опять другой способ. Google запросил электронный ключ, который у меня тоже нет. Вот, опять другой способ. И мне написали, что я расходовал все попытки, не подтвердил свои данные. В общем, пробовал так несколько раз, и все одно и то же. Начал искать техподдержку Google. Оказывается, ее нету. Можно отправить отзыв, который они, по идее, должны прочитать, отреагировать или обратиться в справку. Найти там ответы на свои вопросы в темах, которые есть, или создать свой вопрос и ждать, пока тебе на него ответят. Там продвинутые пользователи или кто-то из сотрудников, как я понял. До техподдержки есть доступ у тех, кто стоит в партнерской программе Google. Мой канал там стоит, но доступ к каналу нет. Естественно, нет доступа и к техподдержке. Такая вот у них политика. В общем, мои действия стали такие, так как у меня несколько аккаунтов Google. С другого аккаунта я написал несколько отзывов, описал, что у меня произошло. Потом еще отправил жалобу на свой канал, что его украли. Кстати, название канала изменилось из набора букв, из почты Google. Ну, аккаунт поменяли, что ввели, и YouTube тоже изменилось. Начал в справке искать подобные темы. Тем достаточно много, но толку от них нет. Все писали инструкцию по восстановлению, или писали стучаться в Google, также отзывами или темами в справке. Ну, или создать новый аккаунт, о старом забыть. Вот, новый канал YouTube, все новое делать. В общем, я создал там свою тему. Пока ожидал ответа от Google, начал в интернете искать, как связаться с техподдержкой. Нашел телефон, там 8800, какой-то в течение дня несколько раз звонил. Там робот сообщал, что все заняты, перезвонить позже. В общем, не дозвониться было. Потом вышел на какой-то чат с сотрудниками Google. Там, как я понял, которые маркетингом занимаются, рекламой. Там я писал свою ситуацию, на что мне ответили, что ничего поделать не могут, ничем помочь не могут. Могут только скинуть руководство по восстановлению аккаунта. Ну, скинули мне на почту то же самое, что и в справке Google, что и в темах на форумах пишут. Ну и по инструкции у меня все то же самое. Ну, как и я до этого пробовал установить. Вот. Доступа к почте нет, резервная почта не та, электронного ключа тоже нет. В общем, решил пробить телефон, который указан в почте моего нового аккаунта. В WhatsApp номер не регистрирован, а в Телеграме есть. На аватарке девушка. Я ей написал, ответила она мне на следующий день, только сказала, что к аккаунту и к этой почте не имеет никакого отношения, первый раз их видит. Вот. Мониторил свою почту, ждал ответа от Google. Мониторил канал, думал, там, может, видео будут удалять или новое выкладывать, но ничего не происходило. Зачем украли, непонятно. Вот. Так прошло несколько дней. Также отсылал отзывы, писал новые темы, справки. Но толку было ноль. В интернете рылся тоже ничего. Только на телефоне все. Вот это требуется 10 аккаунтов. Там, два дня назад, 3-5. Ну, отчет шел, когда это пришло. Периодически пробовал установить доступ, но все одно и то же было. Уже смирился с мыслью, что не вернуть ни аккаунта, ни канала. Ответа от Google никакого тоже не было. Ну, и забил на это. Надежда, конечно, была, что когда-нибудь восстановлю. Ну, не знал. И вот 29 января вечером влазил в телефоне, оповещение требуется действовать с аккаунтом. Все висело. Я даже как-то перестал на него внимание обращать. А тут тыкнул, смотрю, там стоит, что два дня назад оно пришло, то есть новое. Кликнул туда. Ну, мне опять это непонятная почта. Нажал, не помню, пароль. Мне пишут введите старый пароль. Я ввожу свой старый пароль, который у меня был на аккаунте. Мне потом пишут введите номер телефона. Я ввожу свой номер телефона. Мне высылают код на телефон. Я его ввожу. И захожу в этот аккаунт. Где Google мне сообщает, что аккаунт был взломан и могли завладеть мошенники. Что-то такое. Проверьте свои данные. Настройте безопасность. Данные в аккаунте все мои. Там фамилия, имя, отчество. Даже адрес все мое. Только номер телефона и адрес резервной почты нет. Вот. Ну и почта Google. Аккаунт вот не та уже новая какая-то. Я быстро телефон, почту все это ввел. Пароль все изменил. Поставил двухэтапную идентификацию. Кстати, на YouTube канале у меня она стояла. То есть, сюда я когда с другого устройства заходил. Через телефон. Ну, пароль вводишь. На телефон приходит подтвердить. Да, подтверждал. Вот. Зашел на эту почту, которую сделали мне мошенники. Ну, или кто взломал. Вот. Там как раз были сообщения о смене данных. Вот. В гуглских. Мое сообщение. Я там написал. Ну, думал, то, что мало ли ответят те, кто взломал. Может, что-нибудь потребует там. Или не знаю, какой-то ответ будет. Вот. На моих почтах, что на резервное слово, на гугл, сообщений по смене данных вообще никаких не было. Вот. Да, кстати, почту гугл, к которой у меня был привязан YouTube канал. Ну, вот. На которой был, как бы, профиль там Google Игр. Там все. Я сразу восстановил в первые дни. Я тоже понял, что это почта не моя какая-то другая. Вот. Кто я быстро доступ восстановил. Но там уже ни канала, ничего не было. Вот. В итоге я восстановил Google аккаунт. Правда, не мой. Ну, где мой канал YouTube и все другие данные. Вот. Думал все вернуть на свой. Оказалось, что это невозможно. Переносить данные или менять почту в Google аккаунт нельзя. Я не знаю, как ему удалось. Кто это и что они хотели. Но в итоге все свое я вернул. Только на другой почте. На другом новом аккаунте. Сегодня 1 февраля. Ответа от Google и YouTube так и не пришло. Ну, на почту никаких сообщений, никаких ответов. Ничего нет. Может, это они, конечно, по взаимодействию. Или что я смог установить доступ. Но как-то очень странно, что все мои данные укочевали на другой аккаунт. А доступ я к нему смог установить по своему старому паролю. По своему телефону. Я еще думал, как это могло получиться. У меня две версии. Первая версия. Я дней за 5 до этого продал свой старый телефон. Разумеется, все аккаунты скинул. И в аккаунт вышел из старого телефона. Поэтому эта версия маловероятна. А вторая версия. Как раз перед кражей аккаунта вечером сидел Бринкл на гитаре. Хотел разобрать песню. Уже не помню какую. И решил скачать табулатуру на Gitar Pro. Скачал сайт файл. Он у меня не открылся. Типа нужна более новая версия программы. Я в Яндексе нашел новую версию с кряком. Скачал ее. Установил. Пробовал коды из файла. Открыть ее, крякнуть. Но они не подходили. Программа так и не открылась. Я в итоге взял ее, удалил. Выключил ноутбук. И спать лег. А на утро такой бонус. Ну вот я естественно проверил. Почистил. Было найдено 2 подозрительных файла. Я их удалил. К этой версии я больше всего склоняюсь. Но главное сейчас все вернул. Правда у меня на аккаунте левая почта не очень удобная. Которую не особо запомнишь, какая до этого была, чтобы где-то входить в нее. Главное все вернулось. Ладно, всем спасибо за просмотр. Может кому-то видео было полезно. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok